Что такое Европротокол? Это бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии. Он позволяет оформить мелкое ДТП без вызова и ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии получить полноценную страховую выплату. Вместе с тем Европротокол имеет ряд условий и особенностей, которые нужно обязательно учитывать при оформлении. Для этого необходимо, чтобы в ДТП участвовало только два транспортных средства, при этом водители не предъявляли друг к другу претензии по поводу того, кто является виновником ДТП. Оба водителя должны быть трезвы, иметь соответствующие документы, предусмотренные правилами дорожного движения. Это водительское удостоверение, страховка, пройденный техосмотр и техпаспорт на автомобиль. Ущерб должен быть оценен водителями до 400 евро. Также в ДТП должен быть причинен вред только имуществу, то есть нет пострадавших. При соблюдении этих условий водители вполне могут обойтись без сотрудника ГАИ. Вместе с тем, как показал мониторинг, проведенный Брестской областной госавтоинспекцией и представителями страховой компании «Промтрансинвест», порядка 20 брестских водителей сказали, что про европротокол знают, но ни разу его не заполняли. Еще шесть вообще о таком не слышали, и только один водитель сталкивался с заполнением такого документа. Знал, знал, знал давно-давно, я уже знал об этом. Ну вот ваши отношения, это вообще хорошее условие? Это, конечно, хорошее условие. Будут работники, будут, скажем, где-то в другом месте поработать нормально. А мы сами разберемся, в моменте ДТП, и все будет хорошо. Не дай бог упадаться, но если что, то, конечно, придется воспользоваться. Мы слышали, но никогда я не пользовался. То есть проще вызвать ГАИ на место, чтобы потом не произошло никаких ошибок со страхованием. То есть, ну, часто бывает, что что-то не померяет или еще что-то, потом возникают вопросы, и потом, ну, чтобы не было этих всяких вопросов, проще всего вызвать ГАИ и так удостовериться, что все будет составлено правильно. Возможность не вызывать сотрудников ГАИ на место ДТП и обойтись европротоколом появилась у граждан Республики Беларусь с июля 2010 года. Тогда размер страховой выплаты мог доходить до 200 евро. В 2014-м эту сумму увеличили до 400 евро. Тем не менее, вместо составления европротокола, многие водители даже после незначительных дорожных аварий предпочитают вызывать госавтоинспекцию, теряя при этом время и взваливая на себя дополнительные расходы. При заполнении европротокола многие водители теряются в пункте 13. Это схема дорожно-транспортного происшествия. Главное понятие запомнить, что данный пункт должен быть оформлен схематично. Здесь должно быть нарисовано расположение транспортных средств на проезжей части и стрелочками указано, кто куда двигался в момент совершения дорожно-транспортного происшествия. В течение пяти дней данный бланк извещения должен быть предоставлен страховой организации для получения соответствующей выплаты. При этом без разницы, в какую страховую организацию вы обращаетесь, в свою либо виновника дорожно-транспортного происшествия. Мониторинг показал, что главная причина медленного внедрения системы европротоколов – опасение участников ДТП не получить страховку из-за неправильного оформления. Страховщики успокаивают, научиться этому несложно. Таких урегулирований убытков становится все больше в числе общих, так скажем, аварийных случаев. Поэтому это очень полезная вещь, и ею я бы даже рекомендовал пользоваться всем. В страховой компании, конечно, могут подсказать, как научить, проконсультироваться. Это все бесплатно, естественно, консультации в страховой компании, поэтому обращайтесь, пожалуйста. Приходите, если закончились европротоколы, приходите. Это бесплатно дается, сколько угодно. Пожалуйста. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, Селекомпания, БОК-ТВ.